Всем доброе утро! Всем тем, кто ждал меня сегодня с набитым ртом на вот этом тёплом юге, я приготовила сюрприз. Сегодня я с вами буду говорить о нашей прекрасной жизни совершенно за другим удивительным занятием. Да, именно так. Назову я вот этот свой подвиг огород. Огород. Да, вот это вот моя усадьба на юге. Здесь, да, находится в городе Армавире. Вот здесь, где мой стоит вот этот трёхэтажный дом, у меня есть приусадебный участок. Именно так, да. Который требует постоянного моего ухода. Постоянного моего ухода. Вот эти вот все клумбочки, которые я собираюсь облагородить к лету. Да, вот вы всё это будете наблюдать. Вы всё это будете наблюдать, а я буду вам рассказывать, как это здорово и замечательно. Жить. Жить в своём трёхэтажном доме. Возиться в этом огороде. И рассуждать о жизни. Именно так. Ну и, друзья мои, звучит моя новая песня, которая называется «Огромный город сжимался до точки». Вот так я её и назвала, да. Символично, надо признаться, символично. Таким условием, где можно бы было взлетать с трамплина. Ну и, разумеется, песенка такая слегка философского содержания. Слегка философского. Так, что это такое? Это нам нужно, это нам не нужно, это непонятно. Что за сорняк вырос, пока я делала куфики в Питере? Да, пока я занималась куфиками в Питере, вырос какой-то непонятный сорняк на моей клумбе. Надо его уничтожить. Сжимался. Земной стратосферы. Ух ты! Не так-то просто, друзья мои, не так-то просто. Друзья мои, друзья мои, а я вам желаю быть шире и многограннее, для того, чтобы не упустить свою весну, которая стучится вам в окно. Ну и чтобы вот этот вот порыв, порыв не остался просто порывом, а наполнил вашу жизнь великим... великим, да, великим чувством. Но нет ничего невозможного, это залеостремленного, как говорится, человека. Поэтому сорняк будет уничтожен, во что бы то ни стало. И у меня такое чувство, что этот сорняк был мною посажен сюда в прошлом году. Именно поэтому он здесь так крепко и бросся. Ну надо же, ну надо же, какая трагедия. Готово, готово. Ну что ж, друзья мои, так лумбочку я засажу прекрасными весенними и летними цветами. Песня. Именно так, песня. Собственно говоря, о чем она нам повествует? Ну и почему? Почему смысл ее можно назвать философским? Ну всех у нас, разумеется, разумеется, вот эта вся наша жизнь состоит из разных полос. Черных, белых, белых, черных. Все эти банальности, которые я вам повторяю каждый раз, все вам прекрасно известны. Именно так. И находясь в каком-то периоде черной полосы, вот, собственно говоря, мы с вами особо и остро нуждаемся вот в том самом позитиве, про который я так много говорю. Именно так. Именно так. И, собственно говоря, именно, когда вы находитесь вот в этой вот самой черной полосе, не стоит больше обращаться к своим вот этим внутренним ощущениям души и понимать, что, что можно изменить в этой жизни, вот в эту самую лучшую сторону. Ну, все это вам известно, потому что, когда вы счастливы, нам совершенно не до этого. Ну, абсолютно не до этого. Мы просто счастливы, но сладкаемся счастья. И задуматься о своей жизни можем только, когда нам не совсем хорошо. Соответственно, поэтому черные полосы и существуют в нашей жизни. Именно так. Ну, и бывает очень часто так, что у нас есть желание чего-то, мы бы чего-то очень хотели обрести. Вот, возможно, там познакомиться с каким-то новым человеком интересным, или мы бы очень желаем, чтобы в нашей жизни этот человек появился. Но совершенно не готовы к приему чего-то нового. Совершенно не готовы выходить из своей обычной комфортной зоны. Да, не готовы. Потому что, возможно, новый человек несет с собою такую новую жизнь, такой полет, такую фантазию, такой огромный город, ну, который наш, наша маленькая вселенная переварить просто не в состоянии. Такое иногда случается. Иногда случается, да. Ну, собственно говоря, вот об этом песня. Да, песня об этом. Может быть, иногда стоит выйти из комфортной зоны, чтобы ощутить вот этот полет, чтобы увидеть огромный город. Прыгнуть с трамплина. Да, и взлететь. Но для этого, конечно же, нужно иметь смелость. Иметь смелость. Иметь смелость лишиться своего привычного состояния комфорта и попробовать что-то новое. Огромный город сжимался до точки, слонжатами и постепенно сливаясь. Огромный город до точки сжимался, связан неземный, зимой стратосферный. И странным желанием так и остался, порыв уязвленного чувства. Да, и вот этот вот порыв уязвленного чувства и тела так и остался порывом. Да, именно так. Ну, собственно говоря, вот такая вот короткая зарисовочка сегодня. Без завтрака. Без завтрака. Сегодня завтракать я буду без вас. Да, после завтрака я займусь куколками. Есть у меня заказы на куколок. Ну, а потом отправляюсь в свою школу английского языка. Заниматься вот этими всякими клумбочками и обустройством своего вот этого огорода приусадебного участка я буду каждое утро. Ну, не каждое утро. Я, возможно, вам это буду показывать. Вот. Но буду показывать. Буду показывать и радовать ваш взгляд вот этими переменами, переменами на моем вот этом приусадебном участке. Да. Так что, друзья мои, юг, солнце, тепло. Я не знаю, цветущие яблони. Вот если вам кому интересно, могу вам показать. Да, вот эти вот прекрасные цветущие, цветущие вот эти вот мои сады. Именно так. Цветут яблони, цветут груши. Мне кажется, что абрикосы отцвели, покуда я наслаждалась питерским снегом. Именно так. Ну, вот пока у меня здесь все совершенно в запущенном состоянии. Тем более, что я столько времени пробыла. Вот это вот самое замечательное время восхождения вот этих вот трав в Санкт-Петербурге. Поэтому теперь вот мне тут работать, 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 разговаривать и разговаривать и разговаривать с вами о жизни. Ну, а всем хорошего дня и вот этот свой полет. В общем, не бойтесь прыгать с трамплина. Идите и прыгайте, и взлетайте. Именно так. Вот этого я вам и желаю. Хорошего настроения никогда не бывает много.